19 марта не 8, но о том, что гонки посвящены именно этому празднику, свидетельствовало настроение болельщиков и участниц. Пеший осмотр трассы и традиционная жеребьевка. Ждем первый номер, кто сейчас вытащит. Уже и 21 есть. И даже несчастливый номер не мог испортить настроение выбравшим его девушкам. И по 13 мне страшно? Нет! Очевидно, украшенный лентами 200-й ландкрузер, на котором выступали экстремалки, придавал им уверенность. Кстати, оформление машин было еще одним из условий соревнований. И фантазия участниц не ограничивалась традиционными формами. В ряду наряженных бантами и шарами, расписанных под хохлому авто, встречались и совсем необычные. Я решила, что все будут с бантиками, все красочные, а почему бы не быть деваленком? Это же вообще никто не может придумать. Помогала ли гламурность автомобилям в преодолении трассы, неизвестно. Машины не делились на классы и типы. Все были в равных условиях. Протяженность трассы порядка 700 метров. У нас два кольца, то есть это более километра. Есть змейка, есть место для движения задним ходом. Полтора километра немного, но уже первый старт показал, что местами дорога совсем не автострада. И руль покрутить приходится, и на кочках попрыгать. Естественно, девушки волновались. У каждой был свой трудный участок на трассе. Трасса довольно сложная, особенно задним ходом. И вот когда возле креста заносит штолет. Змейка очень такая интересная, тоже узенькая. Ход назад, задний ход точнее, там был тоже такой довольно-таки интересный, с поворотом. Там целое кольцо надо было пройти. У вас водительский стаж сколько? Десять лет. Но я задом плохо проехала. Этот участок дороги оказался действительно сложным. Многие не вписывались в повороты и по нескольку раз выезжали на сугробы. Кто помог дьяволенку? Но эту дорогу необычная машина прошла быстро, без столкновений с угробами. А вот у некоторых они были довольно серьезными. Разбитые фары, помятые крыло и капот. Нет, не жалко. Сделаю. Зато получила эмоции. Ну вам морозенц уже пообещал фарку? Ну да. Это радует. В результате долгой и упорной борьбы третье место завоевала Надежда Зенина на автомобиле Митсубиши Паджеро. Вторую ступень педестала заняла Ерзикова Татьяна на маленькой Тойоте Витц. А почетное право называться Автоледи 2016 заслужила Людмила Паршина. Ее Нива Шевроле оказалась самой быстрой и прошла заданный маршрут за 3 минуты 58 секунд. Было очень страшно. Я прямо в шоке. Я не могу. Победители отметили свою победу брызгами шампанского, как это принято на соревнованиях мирового уровня.